Хорошо, Инга, как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую, очень чувствую свою энергию, они как пружины активировались, приятные волны вибраций. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Инги. Да, женщина. Снимаются маски и голограммы, Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и лечителя Инги. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Великолепная атмосфера. Приветствую всех в этой комнате. Вы можете называть меня Лила. Лила. Приветствуем вас, уважаемая Лила. Нам очень приятно, что вам нравится у нас в комнате диагностики. Мы проводили чистку вашей подопечной Инги. Сегодня мы проводили ее проверку, и у нее возникло желание задать своему куратору 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на вопросы ищущей души? Непременно. Ищущая душа должна получить ответы. Если у меня есть эта информация, я обязательно предоставлю и разъясню. Я благодарю вас. С вашего разрешения, начиная с первого вопроса. Откуда мой куратор и моя душа? Где наше место происхождения? Прекрасный вопрос. Ты, Лирианка, так же, как и я. Созвездие Лиры, наш дом и наши энергии идут из этого прекрасного созвездия, наполненное прекрасными разнообразными объектами, включая звезды и туманность. Благодарю. Мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Второй вопрос. Какие качества мне следует больше развивать, чтобы лучше выполнять задачи души в этой жизни на Земле? Какие качества тебе нужно научиться идти маленькими шагами? Если ты берешься за что-то, нужно изучить это полностью, осмыслить, применить на практике, понять, усвоить и удержать это в своей душе. Это и есть получить знания. Поверхностные знания быстро распыляются и забываются. Если ты берешься за что-то, доведи это до конца и возьми за следующие практики и знания, погрузись в них, понимая и принимая их. И только потом делай следующий шаг. Не бери все вместе, все подряд. Так ты не поймешь и не изучишь до глубины ни одно из знаний. А поверхностные знания, они не ведут к глубокому пониманию информации, получаемой тобой. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лила. Позвольте уточнить, это также адресуется к этому дракону, которого мы сегодня вытащили из нее. Который то же самое и говорил, что не хватает глубины. Я правильно понимаю? Вполне возможно. Благодарю вас. Поэтому нужно, чтобы информация и знания сели в сердечные чакры, были поняты и приняты только так. Накапливая информация, становится знаниями, опыт пройденный, он всегда останется внутри. И можно идти дальше, к следующему опыту или же получать следующие знания. Благодарю вас за это дополнение. Я перехожу к третьему вопросу. Какие таланты моей души я еще не открыла? Тишину души. Как? В душе есть тишина. Эта тишина внутри тебя должна быть сгармонизирована твоим телом и разумом. Только эти три составляющие делают тебя полной и смелой, уверенной. Когда это ощущение внутреннего знания и уверенности сгармонизировано, ты не будешь хаотична, ты не будешь пешки. Ты будешь знать, что ты всегда успеешь. Так как внутренний стержень, внутреннее понимание, твой разум и душа работают в едином потоке. Благодарю. Благодарю вас, Лила. Я перехожу к четвертому вопросу. Это ситуация. На одном из сеансов интегративного дыхания под руководством инструктора я обратилась к детским воспоминаниям, которые я очистила и интегрировала. В этом месте я увидела шар, покрытый рунами, который имел внутри энергию, почувствуем энергию любви и нежности. Пришла информация, что внутри находится сила моей души, которая закрыта для меня из-за переживаний и событий. Вопрос. Могу ли я выпустить его? И что это был за мяч? Какой великолепный вопрос. Ты увидела энергии Лиры и твои собственные энергии, которыми ты наполняешься и защищаешь себя. Это и есть тишина души, твои знания. Прежде чем идти дальше, ты должна понимать, как они выглядят и как они располагаются. В соответствии с разумом эти энергии несут тебя в правильный поток или освещают тебе правильный путь. Это то, что ты увидела, свои родные энергии, которые показывают тебе правильность действий. Проработав внутренние страхи, ты можешь делать следующие шаги, идти дальше к своей цели. Благодарю. Позвольте еще уточнить насчет рун. Шар был покрыт рунами. Это так? Это правильно? Или может она так увидела? Я бы не стала заостряться на сегодняшний день на этих знаках. Это могли быть расположение некоторых звезд в созвездии. Это могли быть языковые знаки или что-то еще, принятое за руны. Как руны понятны на Земле, а язык лирианский, конечно же, вы бы не могли представить. Благодарю вас за эту информацию, за это разъяснение. Наверняка Инга спросила бы об этом, ее бы интересовало, поэтому мы эту тему раскрыли теперь полностью. Благодарю вас. Пятый вопрос. На данный момент существует много разных курсов. Я в растерянности, какие выбрать и какие мне подойдут. Я хочу продолжить свой путь и стать инструктором по дыханию, но меня также интересует целительство. Будут ли какие-то инструкции, с чего лучше начать? Я уже говорила выше на тему «начать и закончить». Раз ты выбрала путь, который ты понимаешь, закончи его до конца. Это будет твой опыт, это будут твои знания. Дальше берешь за следующее исследование, то, которое интересно твоей душе, и доведи его до конца. Не хватайся за все сразу, иначе ни одно свое учение ты не поймешь до конца и не доведешь до понятия истинных знаний и опыта. А такой человек не может преподавать или нести что-то в этот мир. Чтобы нести знания, нужно понимать, что ты делаешь. Не закончив теорию, а тем более не пройдя свою собственную практику, ты не можешь стать настоящим учителем или целителем. Поэтому слушай свою душу. Она всегда ставит приоритеты, если работает вместе с разумом, не уступая и не превышая. Ответ ты сразу же найдешь в сердце, если добьешься тишины души. Благодарю. Я здесь немного добавила бы. Что тебе нужно расширить понимание регрессии, понимание, куда ты отправляешься и кого ты там можешь встретить. А также понимать, что не всегда чье-то присутствие несут в себе добрые силы или архангелы. Архангелы не спускаются на землю, если только он твой не учитель. И то учитель может телепатически связываться со своим учеником. Ему не нужно преследовать тебя в регрессии. Также Высшее Я у Высшего Я много своих собственных задач. Именно поэтому на Земле присутствует часть Высшего Я, его точная копия, у которой хватает сил и знаний получать новый опыт. Именно поэтому тебе нужно расширить знания и обратить внимание на негатив астрала. Ты знаешь только половину чистой энергии и вибрации. Но есть еще темная сторона астрала, с которой тебе нужно познакомиться и понимать до конца, что ты делаешь, куда ты погружаешься. Благодарю. Благодарю вас за это разъяснение. Лучше не скажешь. Идем дальше. Седьмой вопрос. В последнее время, 2-3 недели, я очень часто вижу числа 12-12, 13-13, 15-15, 4-0 и так далее. Я не могу понять, что это за знаки. Я все обдумывала, пробовала почувствовать, изучала события до и после. Пожалуйста, покажи мне нужную информацию более четко. Речь идет о двойных цифрах. Я бы не заостряла. Внимание, ища объяснение. Ты не найдешь правильной интерпретации. Все, что нужно знать, что ты стала обращать внимание на эти знаки. Раньше ты их не видела. А раз ты обращаешь внимание, значит, ты слушаешь свою интуицию. Дальше будет открываться больше знак. И информация будет идти с разных источников. Информация будет понятна только твоей душе и тебе. Ты будешь слышать ответы на свои вопросы, как подтверждение, как информация, пришедшая от незнакомых, от источника информации. Это будет короткая фраза, понятная только тебе. Это называется видеть и чувствовать знаки. Твоя интуиция очищается и проясняется. Именно поэтому ты начинаешь чувствовать и видеть знаки. Знаки, как правило, говорят, что ты на правильном пути. Интуиция развивается, а это значит, что твое видение становится чище. И принимаемая информация становится шире диапазоном. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лила, за этот развернутый ответ. На Земле существует очень много трактовок этих двойных цифр. Но то, что вы сказали, больше всего резонирует и во мне. Я их регулярно вижу. И у меня точно такое же мнение, как и у вас, что ты просто на правильном пути. И сам факт того, что ты видишь эти цифры, тому подтверждение. Но не надо на этом зацикливаться. Это не является главным. И главным является, что твоя интуиция развивается. И ты начинаешь видеть знаки. Благодарю вас. Идем дальше. Восьмой вопрос. В октябре прошлого года я пошел к целителю, который увидел вокруг меня черный кокон. Я полагаю, это была конструкция, которую вы очистили. Но он также увидел на мне черные крылья. Есть ли этому объяснение? Я лишь могу сказать, что целителю иногда не мешало бы почиститься самому. Можем считать вопрос отвеченным? Или вы хотели добавить что-то? На данный момент у тебя нет крыльев. Трай информация не дается душе и не преподносится таким путем. Душа должна дойти до определенной точки развития, понимания, принимания информации и знаний. Пройти опыт не только теоретический, но и практический. И только потом можно разговаривать о крыльях. Ведь крылья могут быть даны, это правда, но они имеют определенную ценность и определенное назначение. На данный момент у тебя нет крыльев. Можем идти дальше, уважаемая Лила? Пожалуйста. Тевятый вопрос. Я не могу найти дело своего сердца. Может быть, я что-то еще не попробовала, чего-то не заметила? Может быть, ты не спросила у сердца? С сердцем нужно разговаривать. Потому что сердце знает, какой правильный путь. Сердце знает любить. Сердце знает милосердие. И сердце может подсказать, что бы ему было по душе. Иногда частичка, отправляющая на землю, проходит много испытаний. И те желания, которые по душе или по сердцу прячутся в самую-самую глубину. Именно поэтому нужно достичь тишины души, чтобы услышать сердце и вытащить наружу воспоминания. Те, которые по сердцу. Те, которые сердце хочет исполнять. А также душа. Послушай свое сердце. Попробуй докопаться до того, что было приятно. Или будет приятно. Это может быть творчество. Или еще какое-то занятие. Сейчас очень много открыто информации. И если ты послушай с сердца, оно приведет тебя к правильной дороге. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лила. Последний, десятый вопрос. Огромное сердечное спасибо за все то множество раз, когда ты меня защищал в различных жизненных ситуациях. За то, что в худшем случае в моей жизни, когда я сломал себе спину и остался лежать в кровати, во мне сохранилась надежда, хотя я сам не мог ее сохранить. Спасибо, что вы для меня сделали и делаете. Как мне развивать способность общаться с вами в этой ежедневной суете? Нужно уйти от суеты. Я начну с конца твоего прекрасного вопроса. Но для начала я активизирую лирианские энергии и твой лирианский стержень внутри. Это энергии, проходящие через все твои чакры и дающие тебе особую силу и знания. Эти энергии держат тебя изнутри и защищают твое душевное и физическое состояние. Со мной очень легко связаться. Раз ты видишь мои знаки, значит твоя интуиция развивается и будет дальше развиваться. Как я уже сказала, ответы будут идти из всех доступных информационных объектов. Это может быть короткий ответ на твой вопрос. В совершенном от незнакомого человека или информационного канала. Что-то придет тебе, как вы говорите, случайно. Но главное, в твоей голове должен быть сформирован вопрос. Если есть вопрос, ответ всегда будет получен. Это и есть связь и твоя развитая интуиция. Развиваясь таким образом, со временем ты можешь телепатически задавать вопрос и получать ответ. Сперва короткий, потом более раскрытый. Но сначала это будут знаки и ответы от информационных источников, знакомых, незнакомых, детей. Ты будешь понимать, что ответ пришел именно тебе, на именно твой вопрос. Благодарю. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемая Лила, за этот развернутый ответ. Могу только от нас с верой добавить. Мы слышали энергии, созвездия Лира, они очень музыкальные. Они очень красиво еще звенят. Совершенно верно. Уважаемая Лила, вопроса больше нет. У Лиры есть свои музыкальные знаки. Может быть, они были приняты за руны. Именно поэтому я не могу до конца объяснять, что было в видении. Все понятно. То, что было внутри, я уже сказала. Итак, вы активировали стержень, вы ответили на все 10 вопросов. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Возможно, вы о ней уже слышали, потому что мы часто принимаем здесь кураторов, созвездия Лира, и очень рады этому. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лилы, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за ответы своей подопечной, просто на добрые воспоминания об этой прекрасной встрече. Великолепный подарок. Благодарим вас. Мне очень приятно. Энергии Земли, тепла и солнца смешаны здесь с очень приятными ароматами. И у каждого свой. Я бы от себя тоже хотела сделать подарок. И я хочу напомнить, что Лира имеет свой музыкальный компонент. И если ты находишься в тишине и закрываешь глаза, ты сможешь услышать эту прекрасную мелодию. Попробуй провести эту мелодию от одной чакры к другой через все семь энергетических центров. И ты увидишь, как ты наполнишься энергиями и музыкой Лиры. Эти вибрации нельзя ни с чем спутать. Да будет так. А так и есть. Благодарим вас, уважаемая Лила. Мы не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе жизни Инги у нее возникнет желание познакомиться с своим высшим Я. В этом случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Если этот момент наступит, мы обязательно с вами еще увидимся. Великолепно. Замечательно. Желаем вам всего наилучшего. И до скорых встреч. Передавайте на этом месте привет созвездию Лира от нас с Верой. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся, как вы достучались, до своих подопечных. Мы уберем эти преграды, которые мешают развиваться. Откроем двери, в которые они дальше должны пойти уже сами. Непременно. И я всегда буду помнить эту замечательную встречу. Благодарим вас взаимно. Всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Инга, мы закончили встречу с вашим куратором Лилой. Вы получили все ответы на свои вопросы. Какая великолепная встреча. Наверное, я немного другое ожидала. Прямых каких-то ответов. Но то, что я получила, прошло полностью через все мои энергии. Сейчас я вибрирую совершенно по-другому. И это очень приятно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биороба Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok